3 июня прошел парад планет и вместо ослепительного шоу многие из нас увидели как юпитер меркурий и уран просто растворились солнечном свете не видно взгляду темная сторона ну что ж теперь мы знаем как легко разочароваться а у вас теперь есть еще один повод подписаться на наш канал чтобы не пропустить ничего важного и не разочароваться в следующий раз я александр антипов переходим к самым ярким новостям за неделю 911 с 5 урок о том как важно не поддаваться на бесплатный vpn в сша арестовали создатели одного из самых крупных ботнетов в истории юхэнь ван 35-летний гражданин китая и сэн кинз и навис наконец-то попал в руки правосудия этот гений тьмы с 2014 по 2022 год скомпрометировал миллионы домашних компьютеров в двухстах странах как очень просто предлагал бесплатные vpn сервисы которые на самом деле содержали бэкдоры в итоге он объединил эти устройства в гигантский ботнет с более чем 19 миллионами ip адресов и перепродавал его возможности за криптовалюту а теперь представьте на незаконные полученные доходы ван покупал роскошную недвижимость по всему миру сша китай сингапур тайланд арабские эмираты и это еще не все в его гараже нашли ferrari f8 spider bmw i8 bmw xm m50d и даже rolls-royce как вам такой поворот но вот хорошая новость его ботнет способствовавший множеству преступлений наконец-то остановлен арестованы кошельки вана содержавший более 130 миллионов долларов в цифровых активах конец игры европол захватил более ста серверов киберпреступников в конце мая прошла международная операция под кодовым названием operation and game и она поразила киберпреступный мир были захвачены более ста серверов использовавшихся для крупных вредоносных компаний с такими зловещими программами как айс айди пика бот трик бот бамбл би смоклоудр и систем биси удар был скоординированным и нанесен по всем фронтам арестовали четверых главарей в армении и на украине вывели из строя свыше сотни серверов в разных концах света взяли под контроль более двух тысяч доменов использовавшихся злоумышленниками плюс идентифицировали восьмерых беглецов за которыми теперь начнется настоящая охота но самое впечатляющее операция парализовала целую преступную экосистему занимавшийся распространением вирусов вымогателей и гражданных один из главарей как казалось сколотил нечестным путем целых шестьдесят девять миллионов евро эти деньги уже арестованы для будущей конфискации это было поистине беспрецедентной операции с участием спецслужб сша британии франции дании нидерландов и других стран даже частные компании подключились к общему делу европолк координировал действий и специального командного центра так что киберпреступникам серьезно досталось на орехи но это только начало операция финал продолжается ждем новых арестов и ударов по хакерским группировкам правопорядок наступает им на пятки и отступать некуда глаза и уши си цзин пина теперь есть домик каждого пекинца ох уже эти последователи мало ни в какую не могут расстаться со старыми добрыми традициями тоталитронного контроля смотрите-ка такую махину слежки развернули в самом центре красного пекина жилые кварталы столицы превращается в настоящие инкубаторы для выращивания стукачей и доносчиков видать опасается вредного влияния духов буржуазного индивидуализма и свободомыслия поэтому ведут тщательный раздельный учет надежных и требующих внимание товарищей граждан а какие титанические усилия прилагают для искоренения инакомыслия целые армии гражданских полченцев ветеранов революции патрулируют улицы в поисках малейших крамольных проявлений даже в школах заводят досье на юных подрастающих контрреволюционеров хотя официально все это разумеется делается исключительно для блага и процветания народных масс ведь как же иначе строить светлое будущее без тотального учета регламентации и контроля за каждым шагом трудящихся ну а если порчуны диссиденты все же проявят признаки недовольства их быстренько поставят на путь перевоспитания партийным идейным курсом это же для их же собственного блага ребятки чтобы не сбили с верной дорожки строительство социализма в общем ничего не поделать величественное здание грядущего процветания требует умелых архитекторов контроля из цека авось под их мудрым руководством общенародная махина слежки и не рассыпется по дороге ура товарищи positive technologies 10 главных техник с помощью которых вредоносное по атакует бизнес в россии 2023 году вредоносное по установится главным оружием хакеров захватывая 60 процентов атак на компании эксперты positive technologies предупреждает злоумышленники отправляют вирусы через электронную почту маскируя их в архивных файлах эти киберпреступники так хитры что используют легитимные функции операционной системы чтобы шпионить обходить защиту и закрепляться в системах в россии выделили топ-10 техник атак помитры атак лидирует изучение открытых приложений и вирусы собирает информация защите и конфиденциальных данных далее ослабление защиты где хакер модифицирует компоненты инфраструктуры подрывая защиту третья техника обход виртуализации или песочницы дивирусы скрывает свою вредоносность распознавая среду выполнения на первом месте среди вирусов шифровальщики 57 процентов от них страдает медучреждение научные и образовательные организации и промышленные предприятия шпионской по набирает популярность его доля выросла до 23 процентов с лидерами формбук и агент тесла фишинговые письма остается основным каналом доставки 57 процентов атак хакеры маскируют письма под легитимные сообщения играя на эмоциях срочно или претензия возврате средств они скрывают вирусы в архивы и ссылки в письмах чтобы обойти защиту хотите защититься соблюдайте базовые требования избегайте подозрительных ссылок используйте сложные пароли двухфакторную аутентификацию и внедряйте продукты информационной безопасности для комплексной защиты более трех тысяч аккаунтов 300 тысяч рублей в месяц масштабы мошенничества в букмекерских конторах ребята представляете какие страшные дела творятся в букмекерском бизнесе киберпреступники объединяются в целые банды по 5 10 человек и захватывая чужие игровые аккаунты причем не просто так арендует или покупает реальные учетки на теневых форумах первом квартале этого года спецы вычислили более трех тысяч таких мошеннических мульти аккаунтов каждая банда ворочает сотнями тысяч рублей ежемесячно представляете какие бешеные деньги крутятся в этом нечестном бизнесе но самое страшное что пострадавшие клиенты букмекеров даже не подозревают что их личные данные историю ставок привязанные банковские карты все используют злоумышленники их счета безжалостно блокируется а личная информация может быть украдена для других криминальных схем эти хакеры оснащены по последнему слову техники ботами парсерами и другими примочками особенно ценятся жирные аккаунты с многомиллионными оборотами на черном рынке их арендуют 500 рублей в неделю так что ребята если увлекаетесь ставками бдительность ваше все один неверный шаг и можно остаться без аккаунта и денег букмекерам же пора всерьез взяться за киберзащиту скам 2.0 как не стать мамонтом для воркеров и вбиверов тут такая страшная история творится на досках объявлений появились целые преступные группировки которые придумали новый вид мошенничества фрод как услуга представляете у них прямо распределены роли есть организаторы кодеры поддержка для доверчивых мамонтов исполнители воркеры они настоящий профи обмана их главная цель разводить продавцов на данные банковских карт сначала мошенники выбирают жертву и ведут безобидную болтовню потом предлагает ей безопасную сделку перейти по фишинговой ссылке и указать реквизиты для получения денег а дальше как только продаван вводит данные карты банда и полностью обчищает при этом неважно за какую сумму выставлен товар они украдут все до последней копейки эти жулики даже не ленятся изучать местные традиции в разных странах от россии до швейцарии ловко манипулируют и психологически давят чтобы развести доверчивых пользователей у них есть целая инфраструктура телеграм-боты фишинговые сайты канал для отмывания бабла они совершенствуются ведут статистику короче настоящий нечестный бизнес отстроили так что ребята будьте очень мдительны при онлайн-продажах иначе эти аферисты вытрясут из вас последние копейки сапер 2.0 киберпреступники маскируют атаки под легендарную игру мир киберпреступности снова поражает изобретательность на этот раз хакера использовали код python клона легендарной игры сапер от microsoft для скрытия вредоносных скриптов целью атаки стали финансовые и страховые организации европе и сша а за кибератаками стоит группировка под названием юак 0188 их схема проста но в то же время гениально сначала не рассылает фейковые письма от имени медцентра с просьбой скачать какой-то архив а в нем вот ведь хитрецы запрятан код милой игрушки плюс вредонос когда доверчивая жертва распаковывает файл они запускают легитимный супер орб рмм программу для удаленного доступа но на самом деле используют ее чтобы получить полный контроль над зараженной системой эксперты уже вычислили как минимум пять таких успешных взломов так что финансовым и страховым организациям стоит насторожиться если увидите активность связаны супер опс или странные домены скорее всего компания стала жертвой этих изворотливых хакеров извращенцев как dns бомб уничтожит ваш сервер подробности новой пддос атаки ребята тут такая жуть ученые раскрыли детали новой мощнейший кибератаки под названием dns бомб представляете это адская смесь из безобидных dns запросов может нанести критический удар по любой системе хакеры используют ряд законных функций dns включая ограничение частоты запросов тайм-ауты и настройки размера ответов но делает это таким извращенным способом что в результате создают синхронизированные потоки ответов а уже эти потоки просто кошмар они усиливаются в 20 тысяч раз и виде коротких но объемных всплесков трафика обрушивается на жертву ну разве не жесть это dns бомб почти невозможно отследить запросы приходят с разных айпи адресов и медленной скоростью а потом бах и вся эта махина высоких ответов разом валит систему но разве не жесть ученые уже представили результаты на крупных конференциях в бин говорят что их по у неуязвимо но эксперты советуют все равно принять меры такая разрушительная сила dns бомб не должна попасть не в те руки так что цените каждый безопасный dns запрос ребята если увидите эти подозрительные синхронизированные потоки ложитесь и не двигайтесь ибо dns бомб настигнет вас тыквенное затмение масштабная кибератака вывела из строя 600 тысяч роутеров осенью прошлого года какие-то хакеры устроили самую настоящую кибервойну против одного американского интернет провайдера они задействовали батнет под кодовым названием pumpkin eclipse и только за три дня с 25 по 27 октября этот зараженный батнет вывел из строя более 600 тысяч роутеров представляете масштабы бедствия причем хакеры целенаправленно нацелились на три модели маршрутизаторов которые использовала жертва провайдера по сути они обрубили проводную связь у сотен тысяч американских домохозяйств а все из-за какого-то вредоносного кода чалуба который запускался в памяти зараженных устройств эта гадость умело маскировалась шифровалась и постоянно чистила за собой следы аналитики считают от атаку одной из самых серьезных когда-либо в американском телеком секторе а ведь из-за этого люди теряли связь с экстренными службами фермеры теряли контроль над сбором урожая врачи доступ данным пациентов программируйте как бог кодэстрал от мистрал а и компания мистрал а и выкатила свою первую открытую и модель кодэстрал для генерации кода это чудо штука поддерживает более 80 языков от python до си плюс плюс из кодэстрал кодинг станет проще паренной репы модель сама дописывает функции генерирует тесты закрывает пробелы в коде разработчики смогут круто прокачать свои скиллы и ускорить создание софта в разы а какие у кодэстрал впечатляющие возможности 22 миллиарда параметров окно контекста 32 килобайта это просто звездец модель облегченно обгоняет всех конкурентов по производительности и точности плюс ребята из мистрал а и удобно интегрировали свое детище в scott jetbrain и другие популярные оболочки писать код можно будет не отрываясь от привычных сред разработки новая эра программирования началась ребята ставьте лайки и активируйте свои нейросети китай против маска поднебесной запускает 10 тысяч спутников кажется в космической гонке за глобальный интернет разгорается настоящая жара китайская компания hongin technology объявила о планах запустить невероятное созвездие из десяти тысяч спутников под названием hongu 3 представляете масштабы 10 тысяч летающих тарелочек на орбите которые будут раздавать интернет по всему миру это вам не хухры-мухры а прямой вызов проекту starlink илона маска не сможем защитить землю так отомстим за нее будь уверен для справки сейчас starlink функционирует на 6000 спутниках и предлагает скорости до 220 мегабит секунду но видимо китайцам это показалось не солидным их hongu 3 развернется аж 160 орбитальных плоскостях для максимального охвата hongin technology всего лишь один из кандидатов на китайский starlink киллер ранее анонсировались национальный проект гаванг на 13 тысяч спутников и g60 starlink с 12 тысячным созвездием прибавьте к этому новую программу smart sky net ясно одно китайцы всерьез рвутся побить маска на его же поле и установить кибер диктатуру в глобальном интернете а ученые уже бьют тревогу все эти созвездия мешает наблюдать звездное небо и создают риск межспутниковых катастроф но кажется космический гигантов это не смущает спутниковая гонка вооружений набирает обороты xiaomi представила умные часы с двумя камерами для контроля окружения детей а вы уже слышали про новые детские смарт-часы от xiaomi полный разрыв башки компания назвала свою новинку me too children's watch с 1 и она пришла чтобы взорвать мир гаджетов для самых маленьких представьте себе часики оснащены аж пятью системами глобального позиционирования gps бейду глонас еще парочка теперь родители смогут отслеживать своих чат с ядерной точностью и хранить места их локации целых 90 дней ну а если ребенок решит самовольно поменять маршрут или застрянет где-нибудь подолгу мита с 1 тут же забьет тревогу круто правда но самое заманчиво это двойная камера с возможностью видеозвонков родители будут не только лицезреть свое чадо но и всю окружающую обстановку вокруг плюс ко всему часики следят за здоровьем малыша пульс стрессом усталостью но для развлечения есть образовательные игрушки по истории математике и прочей безделушки всем привет меня зовут александр леонов и это рубрика в тренде vm в ней я расскажу про трендовые уязвимости то есть самые критичные уязвимости которые активно эксплуатируются злоумышленниками или могут эксплуатироваться в ближайшем будущем в мае таких уязвимостей было четыре начнем с уязвимости удаленного выполнения кода в многоплатформенном open source нам инструменте для сбора и обработки логов флюэнд бит флюэнд бит прост в использовании хорошо масштабируется и может обрабатывать большие объемы данных поэтому его часто применяют в инфраструктурах крупных компаний особенно в облачных провайдерах уязвимость получившую название linguistic lumberjack обнаружили исследователи tenable research она связана с повреждением памяти во встроенном http сервере флюэнд бит он используется для мониторинга состояния флюэнд бит оптайм метрики плагинов проберки работоспособности и так далее оказалось что определенные неутентифицированные запросы копии сервера могут привести к отказу в обслуживании утечки информации или удаленному выполнению кода по мнению исследователей из tenable research сделать надежный эксплойт для удаленного выполнения кода будет непросто но доказательство концепции пок для отказа в обслуживании уже есть в публичном доступе и возможно злоумышленники смогут его докрутить до удаленного выполнения кода уязвимость была исправлена версии 3.04 если вашей организации используется флюэнд бит обязательно обновитесь теперь давайте поговорим про уязвимость удаленного выполнения кода в конфлюэнс конфлюэнс это очень популярная коммерческая корпоративная веб вики разработанная австралийской компании атласе с помощью этого продукта организации могут создавать единую внутреннюю базу знаний и работать с ней совместно для конфлюэнс есть две редакции с разным набором функций data center и сервер и обе они подвержены этой уязвимости удаленного выполнения кода которая может привести к полной компрометации системы правда для эксплуатации злоумышленнику потребуется аутентификация подобные уязвимости активно эксплуатировались для установки разнообразного вредоносного по майнеров криптовалюты шифровальщиков троянов вполне вероятно что так будет и с этой уязвимостью версия 859 lts исправляющая уязвимость вышла 9 мая а 23 мая после появления описания уязвимости в nvd и тикета от атласиан исследователь хуан киев изучил патч описал уязвимость и сообщил что у него получилось сделать пок эксплойта тот же день реализация эксплойта появилась на гитхаб вероятно атласиан придерживали информацию об исправлении уязвимости чтобы больше организаций успели обновиться до начала активной эксплуатации правда у них это не вполне получилось выглядит так что они случайно опубликовали тикет 15 мая а потом убрали его до 23 мая но поисковик по уязвимостям волнирс все запомнил так что информация об уязвимости все это время была доступна если вашей организации используется конфлюенс то обязательно обновляйтесь или импортозамещайтесь завершим рубрику двумя уязвимостями из майского microsoft патч тюзды уязвимость обхода функции безопасности а фактически даже выполнение произвольного кода windows ms html платформ согласно описанию на сайте microsoft уязвимость представляет собой обход некоторых функций безопасности оли microsoft 365 и microsoft office в результате чего злоумышленник может выполнить произвольный код в контексте пользователя однако несмотря на упоминание microsoft 365 и microsoft office эта уязвимость находится не в этих продуктах а именно в компоненте windows а что такое оли object linking and embedded эта технология связывания и внедрение объектов в другие документы и объекты разработанные microsoft самый распространенный пример использования этой технологии открытие таблицы excel документе word какие именно функции безопасности оли могут обойти злоумышленники при эксплуатации уязвимости не очень понятно известно только то что они кавычках защищают пользователей от уязвимых элементов управления пом оли однако судя по названию уязвимости они как-то связаны с ms html браузерным движком для microsoft интернет-эксплойер microsoft давно отказались от браузера интернет-эксплойер но ms html еще используется windows как программный компонент как уязвимость эксплуатируется для успешной атаки злоумышленник должен убедить пользователя загрузить специальный зловредный файл видимо microsoft офис или microsoft 365 на уязвимую систему например он может сделать это посредством фишинговой атаки через электронную почту или мессенджер а что дальше пользователь должен сделать с этим файлом для эксплуатации уязвимости в описании microsoft есть противоречия в одном месте они пишут что пользователь должен просто открыть файл а в другом что-то более загадочное и широкое проманипулировать со специально созданным файлом но не обязательно кликать или открывать вредоносный файл видимо такая неоднозначность результат того что описание уязвимости на сайте microsoft было сгенерировано автоматически пока нет публичного пока независимого исследования данной уязвимости или сообщений о конкретных атаках сказать что-то более определенное сложно поэтому ждем подробностей и не забываем обновляться так как по данным microsoft уязвимость активно эксплуатируется злоумышленниками вживую еще одна уязвимость из майского microsoft patch tuesday подъем привилегий windows dwm core library dwm desktop windows manager это композитный оконный менеджер microsoft windows начиная с windows vista который позволяет использовать аппаратное ускорение для визуализации графического пользовательского интерфейса windows злоумышленник получив первоначальный доступ к уязвимому windows хосту может проэксплуатировать данную уязвимость dwm чтобы поднять свои привилегии до уровня систем это позволит ему закрепиться на хосте и продолжить развитие атаки исследователи из лаборатории касперского делятся в своем блоге интересные истории о том как они нашли информацию об этой уязвимости таинственном документе на ломаном английском языке загруженном на virus total 1 апреля 2024 года virus total это бесплатная служба осуществляющая анализ подозрительных файлов и ссылок на предмет наличия вирусов червей троянов и всевозможных вредоносных программ в ходе исследования эксперты лк подтвердили наличие уязвимости описанные в документе сообщили о ней в microsoft и начиная с середины апреля фиксировали эксплуатацию этой уязвимости банковским троянам quackbot и другими зловредами таким образом атаки начали фиксироваться где-то за месяц до выхода патчей microsoft база уязвимости bdov stack сообщает о наличии эксплойта в публичном доступе однако в базах эксплойтов и на github его пока нет обязательно устанавливайте обновления из майского microsoft патч тьюзды на этом все подробности по данным уязвимостям читайте в нашем майском дайжесте трендовых уязвимостей по qr-коду и ссылки в описании пишите ваши впечатления от рубрики в комментариях и до встречи через месяц всем пока кровь и прочие биологические жидкости оказались теми еще капризными штучками то жидкие то твердые ни на что не похожи ученые все симулируют да симулирует их турбулентность месяцами а это стервозной субстанцией все ломается и строить себя непонятно что в итоге оказалось что эта привередливая красотка является роднее обычной водички конечно кровь не вода но гораздо ближе к ней чем думали ученые лохи ученые создали волокно тонче волоса которая может стать стеной для шума они хотели микрофон сделать получили ткань для глушения звуков но что тут скажешь промахов не бывает бывает незапланированные попадания теперь они грезят о мире где вместо стен у нас будут шелковые пижамки возможно когда-нибудь избудется их тихая мечта google опять попался на вранье утечка внутрянки раскрыла как на самом деле работает их поисковик оказывается не так как они нам втирали секретные документы выставили компанию ребят которые за ворохом рекомендаций скрывали свои нечестные ходы как говорится доверяя но проверяя особенно когда речь идет о том кто контролирует интернет youtube решил поиздеваться над теми кто блокирует рекламу видео сразу перематывается концу так что весь контент пролетает как фанера над парижем разумеется все это делается из самых благих побуждений чтобы автор могли зарабатывать на своих шедеврах ставят опять рекламных ставок на 10-минутный ролик ботаники решили с вахами поработать и найти жену для энцефаляртоса вуда последнего одинокого мужика из своего древнего вида чтобы высмотреть потенциальную невесту в дебрях леса они задействовали дроны и компьютерное зрение на базе искусственного интеллекта ведь у самого кавалера уже вряд ли получится выбраться на смотрины внимание конкурс мы разыгрываем xbox на 1 терабайт черном цвете в нашем телеграм-канале а самые активные подписчики канала получат подписку telegram премиум переходите по ссылке в описании читайте подробности участвуйте и побеждайте а на этом все с вами был александр антипов и бун али хай сам информационной безопасности читайте наши новости смотрите наши видео подписывайтесь на нас телеграм и вконтакте всем позитивной рабочей недели скоро увидимся а